привет привет значит сегодня мы рисуем на черном фоне стекло да все вы видели что был анонс вот этот референс мы будем рисовать пастелью и пастельными карандашами меня зовут анастасия серая я художник пастелист и пастелью рисую уже более 10 лет преподаю онлайн также преподаю у себя в студии в анапе немножко представлюсь да познакомлюсь с вами и вот сегодня будет такой урок я буду показывать как я поэтапно рисую данный референс не мы с вами вместе нарисуем итоге кто будет рисовать вместе со мной у вас получится вот такая вот красивая картинка так значит если у вас будут какие-то вопросы обязательно пишите в чат я по ходу занятия буду смотреть и отвечать на вопросы на ваши вопросы любые по поводу материала да по поводу работы если что-то у вас не будет получаться вдруг обязательно пишите так чат убрать я не знаю как к сожалению может быть кто-то знает как убрать чат напишите пожалуйста я сейчас лист сам подвину чтобы вам было видно вот и мы с вами начнем рисовать немножко сейчас вступление я расскажу про материалы чем я буду рисовать что вам подготовить до чтобы вам было удобно повторить за мной урок значит сегодня я рисую в скетчбуке на черной бумаге скетчбук от макс гудз он меня весь уже разрисованный кому интересно я могу уже после эфира показать свои работы если кому-то интересно будет весь скетчбук у меня уже заполнен разными пастельными работами вот осталась буквально пара листиков черная бумага гладкая сторона обязательно если вы берете там любую пастельную бумагу можно взять да обязательно рисуем реализм мы рисуем стиле реализм сегодня да и обязательно рисуем на гладкой стороне не обязательно желательно лучше рисовать на гладкой стороне чтобы фактура не мешала вам потому что фактурная сторона будет мешать прорисовки мелких деталей так что касается бумаги дабы любую можете взять бумагу какая у вас есть у меня скетчбук сегодня выберите любую желательно можно взять да если вот прям выбирать то можно взять консон бумагу пастельную обычную и нарисовать на гладкой стороне черного цвета бумагу мы берем дальше что касается пастели и пастельных карандашей мы сегодня в основном будем работать пастельными карандашами может быть мелкие где-то будем использовать но опыт само стекло в основном я рисую пастельными карандашами вам понадобится любой набор в основном здесь будут идти серые оттенки пастельных карандашей белые и лимон до желтая здесь и какие-то коричневые оттенки в тенях будет в общем я думаю что обычный набор пастельных карандашей такой стандартный подойдет по поводу мелков скажу потом может быть где-то я мелки буду использовать так и по возможности буду называть марки карандашей которые я использую в работе главное мне не забывать этот момент так значит вот такие вот дела да вроде бы все сказала так что я думаю что можно начать у меня скоро выходит курс на дудон скетч скорее всего воскресенье будет анонс на черной бумаге курс полностью на черном фоне яркие картины будут интересно достаточно курс так что следите за новостями этот прямой эфир посвящен именно выходу моего курса который скоро будет если нет карандашей то рисуем мелками просто берем мелочек и углом мелка аккуратненько мелками будет посложнее нарисовать потому что вот такие вот всякие референсы да где мелкие детали именно прорисовка тонких линий лучше рисовать пастельными карандашами удобней это для вас удобнее будет мелками сложнее это все сделать так мелки просто точить сложнее конечно сложнее до мелки точить сложнее намного но можно их ломать и вот поломали мелочек да и прям уголком мелочка рисовать если уж пастельных карандашей нет как то вот так вот можно сделать но лучше постепенно потом если вам нравится на пастель да если вы рисуете в этой технике то лучше потом купить какой-нибудь набор можно стартовый набор пастельных карандашей взять и спокойно комфортно порисовать потому что именно пастельные карандаши они предназначены для мелких деталей для того чтобы нам удобно было прорисовывать там вот такие вот всякие разные референсы так ну что вопросов нет пока что тогда давайте начнем рисовать я приготовила здесь просто вам показать свою работу стаканчик я недавно рисовала достаточно быстро его нарисовала тут тоже пастель в основном и пастельные карандаши в основном пастельные карандаши используются но где-то я что-то и пастелью делала так что сейчас мы наподобие что-то с вами нарисую так я пока уберу планшет уберу планшет компьютера можно смотреть эфир вы имеете ввиду с компьютера будет наверно неудобно потому что перевернутый экран с телефон можно повернуть да сейчас поворачивайте экраны свои и ничего страшного что чат мешает то есть вы просто поворачивайте экраны и все вот из компьютера наверное сложнее будет сделать значит чего мы начинаем мы с вами начинаем с эскиза мы будем намечать сейчас наш к стакан да наш бокал красивый вот эскиз мы будем сильно не будем заниматься построением обычно в художественных университетов такие вещи строят но немножко мы с вами проведем осевую линию вам покажу как это все делается но вымерять особо не будем потому что носит у нас не художественные да сейчас образование всегда не высшее учреждение поэтому просто с вами в удовольствие порисуем и значит что касается эскиза мы берем какой-нибудь нейтральный карандаш не берите белый но если уж там нету серого да у вас тогда возьмите ладно белый белый потом просто сложно перекрыть какие-то моменты да они будут вылазить поэтому берем нейтральный карандаш серого цвета и намечаю на листе бумаги наш бокал сейчас все чтоб не было удобно так мы намечаем верх бокала как он будет у нас располагаться на листе формат листа я про формат не сказала вы можете взять а 4 формат листа он у нас в принципе а референс а 4 формата до положить его вертикально расположить и вертикально нарисовать я взяла квадрат меня на квадрате будет сегодня то есть за мной в принципе здесь не надо повторять вот но если кому-то будет удобно квадрат также взять да чтобы там легче было намечать со мной вместе то можно и квадрат это так берите а 4 формат и намечаем вверх стакана я примерно сейчас расположу да где он будет у меня начинаться наверху да и где заканчиваться если он где-то будет стоять здесь будет дно у бокала дальше мы его расположим посередине мы проводим осевую линию делаем это легкими движениями да не обязательно прям ровную и и проводить то есть легким движением опустили с наверх руку поставили опустили вниз да у вас получилось такая некая осевая линия середина бокала всем привет 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 всем ради всех видеть вот мы отметили да то силу линию примерно если какие-то линии у вас лишние получились не обязательно использовать ластик я ластик практически не использую что касается простой пастельной бумаги если на концоне например рисуем можно пальцами что-то там убрать и все вот если там конечно на какой-то абразивной бумаги там на стримать я рисую там конечно ластик потому что сложнее пальцами убирать и здесь можно пальцами вот мы наметили осевую дальше здесь у нас будет эллипс да вот здесь у нас будет вверх немножко перспектива стакана заворачиваться будет виден такой небольшой эллипс бокала что-то стакан все время говорю бокала так выезде это примерно лимон у нас будет до располагается мы его сейчас вот так вот сделаем так теперь нужно отметить где будет заканчиваться сам дам пока вот это вот основание всем всем привет еще такой момент можно в принципе не намечать на глаз вы можете взять копирку и просто через копирку кому сложно дается эскиз через копирку перевести конечно такой вариант простой я не очень за такие варианты но ученикам я иногда говорю что можно в принципе прибегать к таким методам для того чтобы не мучиться с построением там с эскизом с этим поэтому кому проще так можете взять копирку и прям перевести экран на экран до через экран устройства то есть если у вас там планшет компьютер можете потом просто перевести на бумагу и все ну а так лучше конечно рисовать на глаз я за эти методы у вас будет развиваться игра глазомер нежели чем через копирку переводить вот и здесь дно у нас будет да так наметим а потом ровнее все сделаем я вам буду показывать дальше как с чего начинать какие-то линии будет еле еле видно но все сейчас можно прорисовать более поаккуратнее все это дело наметить лимон пока легкими линиями такими рисуйте привет все то есть необязательно прям до выводить сразу линию уже чистовую это необязательно делать пока что просто вот намечаете да а потом уже сверху мы с вами прорисуем более все поаккуратнее здравствуйте ну все вот здесь вот я сейчас посмотрю возможно просто поаккуратнее сделаю вот эти моменты вообще мой вам совет потратить немножко побольше кто будет смотреть в записи до эфир побольше времени на эскизь носа чем больше вы тратите время тем аккуратнее потом будет ваша работа понимаю что это такой момент не очень интересный многие не любят это построение все быстрее до нарисовать и все цветом начать лучше конечно немножко посидеть с эскизом поровнее все нарисовать а потом уже начинать цветом тогда у вас работа получится тогда не будет что-то исправить да потом будет сложнее если эскиз и такой какой-то получится у вас какой нужно так вот так лимон примерно здесь на мете вот эти линии вода лимона практически не видны немножечко можно вот так наметить сразу можно какие-то знаете линии уже сразу добавить то есть основные такие да здесь блик пойдет просто для себя потому что все равно потом все это закроется эти перерисовывать просто для себя можно сделать отметить где какие здесь серое пятно да и то него вот и таким образом аккуратненько вырисовываем соединяем какие-то линии можно сейчас эту линию более аккуратно сделать и потом мы с вами сейчас будем уже начинать цветом рисовать так есть тоже вот можно что такие линии какие-то нарисовать то сразу наметить так я сейчас померяю где-то вот так вот будет основание сама подставочка да она будет меньше чем вот эта вот часть бокалка нашего то есть если провести осевые ровные линии до посмотреть на референс отмерить карандашиком то если провести то они то вот это вот часть будет меньше чем вот это референс посмотреть смотрите я его опер убрала чтобы мне было видно лучше я его периодически буду убирать мы рисуем сегодня бокал референс есть в историях не даже не в историях обдуду лэн скетч откройте последние пост там про меня поста что меня прямой эфир будет с этим с кувшином и там референс есть в карусели можете сохранить скриншот сделать для вашего удобства так сейчас секундочку на поставлю все ровненько мы с вами продолжим так продолжаем да на что здесь вот линии в принципе все я думаю что можно уже постепенно начинать света смотрите если какие-то вопросы будут у вас появляться обязательно пишите я на все вопросы постараюсь ответить пожалуйста так все я думаю что можно начинать цветом есть какие кто сейчас рисует со мной вместе или просто смотрите напишите мне интересно такие вот линии какие-то яркие сильно можно чуть-чуть пальцем притушить все можно начинать цвета смотрите мы будем начинать сверху стакана и вокруг сразу затемнять фон фон вообще в принципе да зачем мы взяли черную бумагу еще и фон надо затемнять потому что черная бумага она не такая у нас черная в принципе но по сравнению с мелками и с карандашами с пастельными поэтому можно конечно не затрагивать но все равно какие-то грязные пятнышки да потом в процессе когда мы будем отрисовывать все а постель то летит да вот эти вот все пылинки они загрязняют бумагу и потом и я закрываю черной пастелью еще делаю фона чернее так скажем и я в итоге он и чистый получается этого контрастный красивый поэтому мы будем сразу прорисовывать стекло и рядом сразу же затрагивать фон так сейчас я почитаю ой сколько рисуют здорово молодцы какие кто-то из нью-йорка какая прелесть здорово привет нью-йорку так никогда не рисовала пастелью что за карандаш пастельный карандаш мария здравствуйте рада что вы рисуете пастельный карандаш есть пастель мелкие да есть пастельные карандаши разных фирм если интересует фирма поставим это могу сказать если вы в принципе про карандаш спрашивать эту пастельный карандаш я сегодня буду много пастельных карандашей возможно разных марок использовать уже по ходу посмотрю работы и буду вам говорить марки если буду не забывать про этот момент так про запись там тут по английски и к сожалению я по-английски плохо разговариваю вот поэтому не могу на английском сказать извините так запись будет конечно запись будет здравствуйте 24 часа будет доступна здесь в профиле да и я постараюсь сохранить эфир так на что надеюсь все наметили кто рисует и начинаем стакан значит начинаем сверху давайте покажу вам референс чтобы вам было удобно все смотрите мы с вами начнем сверху стакана обычно вот такие вещи до бокал стекло стакана я рисую сверху всегда начинают мы с вами по пятнам начнем все это рисовать сверху вниз затрагивая рядом фона немножко совсем но опять же я все это буду показывать а потом мелком мы с вами растянем фон на весь лист и я думаю что сразу же начнем наверное лимончик прорисовывать ну сейчас посмотрим да на английском я не разговариваю сейчас написали наверное что по-английски сложно мне спасибо так ну что хотя у меня муж переводчик и в совершенстве знает английский французский закончил университетный переводчика я все никак не могу присоединиться и выучить язык было несколько попыток у меня ну-ка все никак он не доходит до этого вроде как желание есть наверно не настолько сильно чтобы улучшить язык мелками на акварельной бумаги рисовать ой ну можно попробовать но конечно не особо получится потому что акварельная бумага то черная не бывает у нас сегодня черная бумага и в принципе я за то чтобы выбирать материалы уже чтобы они подходили друг друг с другом то есть если мы рисуем пастелью уберите пастельную бумагу тогда у вас и получится прекрасная работа можно нужно рядом посадить делать это точно да 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 кстати хорошая идея может быть возьму на вооружение так ну что начинаем так значит смотрите начинаем вот с этого момента наверху берем белый карандаш и возле лимона немножко здесь вот намечаем белое пятнышко так затонировала тушью пастельную бумагу ну попробуйте да можно и так в принципе попробуйте нарисовать хорош такой будет эксперимент нарисовали белое пятнышко давай дальше потом смотрите что мы делаем здесь вот сразу серым карандашом старайтесь чтобы карандаши были всегда у вас поточены то есть острые-острые сегодня раз много мелких деталей поэтому остренький карандаш почаще точить я тоже буду часто их поэтому ничего страшного что мы будем немножко терять на это время зато будет все это поаккуратнее у нас серым карандашом немножко прорисовываем вот эту линию дальше берем черный карандаш берем черный карандаш берем черный карандаш и вот здесь затемняем вот здесь вот не туда увела вот эту штуку сейчас подождите запуталась немножко здесь вот да она у нас будет от лимона по-другому щас я ее сделаю то есть она будет у нас лежать на воде вот здесь затемняем внутри эллипса вот это вода затемнили видите насколько чернее карандаш поэтому надо будет вокруг все затемнять чтобы это все органично выглядело и она тогда будет на более эффектно смотреться так я хочу все таки подправить этот момент подождите значит здесь у нас будет вода примерно здесь у нас будет лимон лежать примерно намечу ниже будет немножко дальше давайте сразу затемним вот здесь лимон и так вот идет вот здесь затемняем сразу же в принципе по сути здесь надо будет нам немножко цветов работает такая черно-белая серые оттенки дан только на лимон желтый это так немножечко совсем ночью голубой я вижу голубой да синий может быть будет где-то играть так дальше сразу же бы я сделала фон немножко вот здесь наверху карандашиком черным можно затемнить буквально сантиметр возле стакана немножко остальное мы сделали все сделаем все мелком потом и выйдут с этой стороны я бы тоже немножко бы затемнила черным карандашом какие правила света и тени где именно затемнять и больше высветлять и где меньше все зависит от натуры от референса да если взять вот этот референс который мы рисуем стекло вообще в принципе сложнее рисовать потому что она прозрачная и такого тени прям сильно нет потому что если брать непрозрачный предмет там четко ложится свет и тень да и там освещение если допустим идет с какой-то с одной стороны да с другой стороны у нас тень да и падающая тень под предметом стекло оно отражает свет да свет отражается сквозь стекло поэтому у нас на стекле больше блики играют поэтому вопрос такой интересный в планете свет тень да здесь у нас на стекле в основном блики и если брать допустим да сам референс и смотреть то свет у нас падает отсюда это видно вот самая большая часть освещенные блики здесь до освещение отсюда но опять же свет проходит сквозь предмет да немножко рефлекса вот здесь отражается видно да вот и тени так здесь особо нет у нас то есть предмет просвечивается стекло да и здесь все просто играют пятнами поэтому здесь конечно такое какое-то правило до света и тени нет я буду показывать мы просто это все будем вырисовывать пятнами в итоге у нас получится прозрачный бокал как высветлить если перетемнили высветлить если перетемнили опять же я не вижу вашу работу сложно вопрос мне понять в каких каком части если допустим вы перетемнили что свет вы перетемнили блик или как не могу понять вопрос если перетемнили можно там белым карандашом аккуратненько сверху высветлить было бы хорошо если бы уточнили какой момент вы имеете ввиду что именно вы перетемнили тогда мне легче будет вам подсказать что с этим сделать дальше вот это вот верхняя часть да вот здесь мы еще закончим чтобы же у нас было все в этом плане хорошо так здесь немножко у нас есть такого коричневого оттенка вот и пошли другие цвета у нас да так я бы внесла немножко шоколадного можно вот сюда вот до шоколадный коричневый возьмите какой-нибудь и вот сюда в угол но не в угол да вот в этот момент немножко можно добавить коричневого пальцем чуть-чуть растушевываем момент этот дальше берем синий карандаш или можно голубой но голубой скорее всего будет светлый лучше синий взять да можно немножко синевы и вот здесь значит синего добавляем пятнышко маленькая само основание эллипса в верхняя тоже можно прорисовать синим карандашом тоненько тоненько сделать всем привет так вот здесь у нас идет трубочка поэтому мы потом трубочку нарисуем так дальше дальше здесь вот внизу рисуем серым возле лимона вот здесь чуть выше по насыщение серой а внизу его растянуть чтобы он ближе к такому темно-серому дальше мы здесь рисуем два серых пятна таких неровных почаще на референс смотрите одно ну вот здесь можно 2 нарисовать а опыта нет с пастелью ну да просто вопрос такой надо уже по ходу смотреть потому что перетемнить в принципе пастелью честно у меня такого и не бывает чтоб я вот перетемнила и и легко в принципе истереть пастель да что-то с пластиком или клячкой убрать и потом заново свет пола цвет кого-то положить легко в принципе высветлить но опять же зависит от работы и какая проблема там уже по ходу смотрится здравствуйте скажите пожалуйста как сохранять пастельные работы чтобы они не осыпались и оставляя оставались как в первоначальном состоянии значит смотрите по поводу хранения сейчас на рынке до художественных товаров представлены множество всяких разных из фиксаторов фиксативов которые в принципе можно закрепить работу до свою и вроде бы как все будет хорошо но я против этих средств потому что у меня такой опыт я говорю чисто свой опыт да никого не заставляю ничего вот и в университете когда я училась я закончила художественный университет мы вообще лаком для волос закрепляли учителя все нам говорили что это хорошо все это правильно вот и все будет прекрасно но когда лаком закрепляли работы очень сильно портились и мы не могли понять но вот нарисовали работы все они ужасно тускнеет и остаются еще пятна от лака на ней и потом мы сто раз переделывали эти работы добавляли цвет и все в общем не жалели свой труд совсем потом я уже поняла с опытом испробовала разные фиксаторы лаки для волос и так далее я поняла что лучше вообще ничем не пользоваться разные фиксаторы всевозможные они все равно портят работу постельную вот у меня сейчас я вам покажу у меня вот такой вот фиксатив от санелье я им пользовалась один раз вот у меня стоит практически новый и вот такой вот санет им я тоже пользовалась один раз просто для эксперимента но все равно как бы вот этот дорогой фиксатив этот конечно санет подешевле вот но все равно вот ты недовольная результатом все равно немножко тускнеет цвета вот и в общем я ими не пользуюсь и вам не советую если вы жалеете свой труд как хранить я храню под калькой каждую работу в под кальку кладу и в папку потом и в папке они прекрасно хранятся либо сразу в раму под стекло тоже пастель под стеклом хранится долго и радовать вас будет многие многие годы так что вот эти два способа рабочие вообще в принципе зачем нужны фиксативы да зачем их выпускают если их не надо использовать их можно использовать в промежутке то есть если вы если вам не нужно будет какой-то слой растушевывать даже нужно допустим чтобы слой какой-то пастели закрепился хорошо то пшикайте просто этим фиксативом и потом продолжает продолжаете работать то есть промежуток работы можно зафиксировать но окончательную работу лучше не фиксировать вообще ничем никаким фиксативом а лучше под кальку или под стекло надеюсь понятно дальше продолжаем давайте сразу нарисуем вот эту трубочку то есть она вот идет сразу у нас там наметим где-то вот так вот она здесь выходит черным карандашом да просто линия черная рисуйте рисуйте и можно серым карандашом значит кромку трубочки тоненькую линию немножечко прорисовать вот здесь и чуть чуть внизу так какую марку пастели посоветуете если вы начинающий только собираетесь рисовать пробовать то я вам посоветую недорогую пастель брать есть и дешевые марки пастели дорогие можно недорогую взять и попробовать просто начать а не так что сразу взяли дорогую потом вам перехотелось рисовать и она лежит у вас и все будет жалко просто поэтому можно взять какую-нибудь и хорошую и недорогую например вот такой вот я посоветую я недавно делала обзор на бюджетные фирмы пастели русские и русские корейские значит смотрите вот такой я сейчас весь наверное набор вам не буду показывать может и покажу давайте покажу раз я уже рассказываю про материалы немножко отвлечемся с вами так сейчас минутку смотрите вот такая пастель у меня я недавно ее купила обзорчик я уже делала на нее это галлери от мунго экстремягкая пастель для новичков для начинающих она хорошо подойдет она стоит недорого но такой набор конечно он не дешевый в деревянном ящике лучше взять какой-нибудь стартовый набор там не знаю 15-20 цветов и начать рисовать просто попробовать себя так скажем растушевывается она хорошо ложится на бумагу тоже для новичков для начинающих она очень даже хорошо подойдет я ее использую в основном для мастер-классов для живых ученики у меня ее рисуют вот сама я конечно подороже немножко использую пастель Рембрандт пастель в основном я использую в работе вот такой набор у меня стартовый есть Рембрандт но дорогой он уже подороже такой маленький наборчик стоит в пределах трех тысяч вот поэтому для новичков но я не советую тратить сильно большие деньги на такую пастель вот можно взять галлери можно взять уолки нашу пастель попробовать тоже неплохая пастель стартовый набор тоже можно взять попробовать подольская неплохая наша пастель но там некоторые мелкие сильно прям твердые как будто бы как каменные светлые светлые в основном темные мелкие у меня тоже есть большой набор но я уже не буду доставать далеко лежит у меня не буду показывать вот в принципе подольскую тоже можно попробовать но там цвета мне не особо они там не особо такие прям яркие насыщенные вот и вот так вот вот олки галлери хорошая для новичков дорогой материал значит качественный ну не всегда не всегда но сколько я использовала дорогой пастели вся была качественная что касается пастели это скорее всего да тут как бы дорогая пастель она прекрасно ложится на бумагу и в принципе с ней получается прекрасной работы а вот подешевле пастель там уже нужно смотреть выбирать но опять же можно и выбрать я же говорю что бюджетную и она прекрасно будет вам служить то есть тут надо смотреть опять же ни в коем случае не брите петербургскую пастель она очень и очень твердая как камень только для наждачки она подходит вот кто рисует там на наждачке кто любит тот в принципе может ей рисовать а так вот на простой пастельной бумаге петербургская прям очень тяжело ей работать поэтому не рекомендую так теперь смотрите вот здесь вот можно добавить немножко голубого или синего вот тут я бы добавила чуть-чуть так и можно сразу смотрите сделать детальки прорисовать поставить какие-то мелкие мелкие точечки голубым или серым или белым карандашом такие так как пузырики где-то сделать в принципе тоже это будет уже сразу уместно если мы с вами такие детальки какие-то и прорисуем если можно серые да прорисовать дальше давайте сделаем наверное лимончик чтобы у нас вот эта часть уже была закончена да и потом остальную часть будем делать так что касается лимона смотрите как мы его будем делать давайте вот эту часть сначала сделаем берем желтый карандаш сонет сонет ну сонет сонетом в принципе тоже можно у меня у меня в университете я сонетом рисовала была довольна ну правда тогда и выбора не было я университет закончила в десятом году вот а начала я пастелью рисовать на втором курсе мы начали рисовать второй курс это был пятый год 2005 тогда выбора особо прям не было у нас в анаке пастели у меня была санет я была довольна видимо я настолько любила пастель что я вообще была и дешевой пастельной бумагой довольна все мне нравилось прекрасно у меня получалось на палаце рисовала много лет и все нормально но сейчас конечно сравнивая с остальными фирмами санет конечно немножко проигрывает если там сравнивать допустим но опять же санетом тоже можно если норовиться вот пыль летит сразу закрывает какие-то моменты такие да значит прорисовали дальше желтым до прорисовали даже я наверно вот здесь еще добавлю так аккуратненько и вот сюда вот можно желтый также вывести немножко спасибо большое привет дальше белый карандаш берем и белым карандашом закрываем вот эту часть закрываем идем наверх и можно немножко растушевать черным карандашом подправляем вот здесь черным карандашом подправляем вот здесь немножко пыль летит и потом приходится еще затемнять в каких-то местах надправляем вот здесь ну а вот здесь клуб ну а что здесь так дальше серым карандашом проводим линию воды возле лимона и дальше можно и в принципе сразу продолжить вот здесь немножко нарисовать всем привет рада всех видеть так дальше давайте кромку лимона вот этого большого нарисуем белую сразу сразу и нарисуем потом желтый добавим в середину нарисовали можно немножко по кругу так пальцем растушевать чуть-чуть дальше давайте желтым карандашом сейчас я потачу его подождите стабила у меня карандаш и вот эти вот в принципе они можно и кохинором вот стабила вот кохинор тактически одинаково работают вот и вот здесь вот кромочку вот так вот аккуратненько желтенькую делаем пока 1 вот я там все потом будем добавлять тени добавили теперь берем темно можно коричневые взять можно темно-серый фаберкастел у меня 181 хороший цвет я его часто использую и вот здесь вот можно затемнить немножко сделать тень прям сверху желтого всем всем привет и можно чуть-чуть теплоты добавить коричневый добавить оттенок в тень я имею ввиду дальше вот эту часть можно мелочком прям взять желтым и вот так вот мелочком серединку положить все все полностью желтым делаем положили и растушевываем чистым пальцем куда далее покрываем Продолжение следует... Здесь белого можно добавить еще чуть-чуть. И вот тут еще я желтого добавила, прям мелочком. Продолжение следует... Так, час у нас закончился. Продолжаем рисовать. Привет всем привет! Привет! Дальше белым карандашом делаем блики на лимоне. Здесь блики выводим. Дальше можно сразу сделать вот эти линии белые, тоненькие. Продолжение следует... И кое-где можно позатемнять. Можно взять серый карандаш. Затемнить. Возле белой кромки вот этой затемнять можно. Можно взять даже какой-нибудь зеленый. Немножко зеленый позатемнять вот здесь вот. И дальше белые линии. А вот эти сделать, да, тоненькие. Дальше белые линии. Здесь сердцевину особо не видно. Саму, да, очень много бликов бликует лимон. Сразу эту кромочку можно нарисовать тоненькую от стекла серым карандашом. Вот таким образом. И дальше белым карандашом мы сделаем. Блики аккуратненько вот прям точечками вот так вот прорисовываем светлые моменты. Здесь прям точечками можно вот так вот сделать. Здесь какой-то можно вот темно-коричневый взять и пятнышко сделать темно-коричневое. Дальше черным карандашом я бы вот здесь сделала точки. И сразу серым карандашом можно обозначить воду вот здесь. Дальше черным карандашом. Дальше черным карандаш. Дальше черным карандашом. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok 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 DimaTorzok